Привет, с вами я Скайски и сегодня я хочу поговорить о баннерах, которые будут ждать нас в следующих обновлениях. Информацию для этого ролика я конечно взял из всяких сливок и так далее, так что она не точная. Сегодня я расскажу про обновления 3.7, обновления 3.8 и даже немножко затрону фонтейн. В общем будет интересно, я уже попрошу поставить лайки и подписаться на канал, а я начинаю. Итак, обновление 3.7. Стрим разработчиков по этой версии пройдет 12 мая в 15.00 по МСК, так что конечно все ждем, а само обновление выйдет 24 мая. Так вот предполагаемые баннера этого обновления. В первой половине двойные баннера Яймеки и Йойми с такими 4-х звездочными персонажами. Яймеку и Йойми, конечно интересные персонажи и в принципе логично, что не могут там появиться, в принципе их ждем. Слишком много употребляю слова в принципе, больше не буду. Насчет четверок ничего не скажу, в принципе тоже логично, никакого бреда нету. Но разработчики любят играться с четверками, я это знаю, но может все поменяться, в общем посмотрим. Во второй половине этого обновления Альхайтам и Казуха. Очень спорный Альхайтам, конечно, зачем ему появляться уже так скоро. Напомню, ранее он появлялся в обновлении 3.4, то есть совсем недавно. Видите ли, идет информация о том, что срочно нужно всем сумеровским персонажам зарераниться, чтобы потом вышел Фонтейн и без всяких реранов сумеровских персонажей. В общем непонятно, зачем это сделано. Ну разрабы, конечно, официально это не афишировали, но почему такое в сливах я не знаю. Ну да ладно, а Казуху мы, конечно, ждем. И вот такие 4-х звездочные персонажи. Ну а сейчас посоветую Genshin Drop, сайт, где вы можете купить примагемы дешевле, чем в самой игре. Тут все безопасно, вас никто не обманет или не украдет аккаунт. Вот мой промокод на скидку 30% и все указано в описании. Говоря про обновление 3.8, можно понять, что оно, скорее всего, будет полностью в реранах. И никакого нового персонажа, скорее всего, там не будет. Эола, Кокомик, Ли и Страник могут появиться в этих баннерах. Да, Страник по той же логике, что и Альхайтам. Эолы, конечно, долго не было и в принципе все указывает на то, что она там может появиться. Кстати, вместо Архипелага, как обычно, у нас будет другой ивент, связанный с Домом Экеанидов. В общем, про эти баннера можно сказать одно, они последние в сумеровских патчах. После обновления 3.8 не будет обновления 3.9, будет сразу обновление 4.0 с новым регионом Фонтейном. Ну и, конечно, новыми персонажами оттуда, это Лин и Линет, скорее всего, именно они появятся в патчах обновления 4.0. Но, конечно, все может поменяться и это мы смотрим уже в очень далекое будущее. Кстати, на момент обновления 4.0 персонажей уже будет очень много. И что же делать, добавлять 3 баннера? Про них, кстати, уже ходил слушок, что где-то в обновлении 4.3 добавят уже 3 баннера в патчи. Ну, лично я в это не верю. Ну, пока что рано, если персонажей будет уже 80, в принципе, уже можно будет, но сейчас пока что все-таки рано. Говоря про баннера, конечно, многих персонажей не будет в ближайшее время, ведь выходит новый Фонтейн, а там его новые персонажи. Да, и для старых персонажей, например, таких как Венти, таких как Эола, таких как Джунли и прочие, места будет очень мало. И да, 3 баннера, конечно, думаю, со временем появится или что-то другое. Ну и, в общем-то, на этом все. Я надеюсь, было интересно послушать, информация была интересной. Вы, в конце концов, поставите лайки и подпишитесь на канал. Впереди будут не только новостные ролики о всяких сливах и утечках, но и кое-что другое. Так что обязательно подпишитесь, ведь в моей голове много чего интересного. Ну и с вами был Скайский и пока.